26-й Кубок Мира в Будапеште – первые крупные международные соревнования по кикбоксингу за последние два года. Участники бились за медали не на шутку, так много энергии у них накопилось за время пандемии. Серьезное противостояние соперниц сполна ощутила на себе 15-летняя спортсменка из Монина Полина Барабаш. Я на эти соревнования ездила не проигрывать и все-таки доказать то, что я смогу выиграть. И собираясь все силы, я просто сделала, можно сказать, невозможное. Невозможное для других спортсменок, но не для Полины. Перед соревнованиями девушка перенесла стресс. В аэропорту потеряли ее багаж со всем снаряжением. Вещу удалось вернуть за сутки до выступления. В самом начале турнира девушка получила нокдаун и чуть было не сошла с дистанции. Во втором раунде Полина взяла себя в руки и превзошла соперницу из Словакии Эму Захарову. В третьем итальянку Эль Хаек Самайя. В финале щелковская спортсменка мастерски справилась с полячкой Дарьей Никипарчук. Я первые, наверное, минуты не снула, что я все-таки это сделала. Я еще была в бою. Когда мне подняли руку, я закричала, что даже на соседнем татаме были в шоке, что там происходит. Мне начали поздравлять и говорить, что я молодец. И когда я уже встала на пятистал и получила золотую медаль, я поняла, что я это сделала, я смогла. И мне посыпались кучи поздравлений от моих учителей, от моих одноклассников, от моих одноклубников, друзей просто. Финальный поединок Полина провела в свой день рождения. Подарок себе и отцу, который в эти дни отмечает 55-летие. После даже травмы, которую получила Полина в отборочных боях, все-таки она собралась и завоевала эту нужную медаль для России. Потому что только с этой мыслью мы и ехали. Потому что из всей Московской области мы привезли всего две золотые медали. Спасибо тренеру, который подготовил правильно Полину, который воспитал в ней этот стержень. Полина учится в школе боевых искусств Дмитрия Яковлева. Занимается с азартом. Да так, что сильнее ее в категории девушек 13-15 лет в мире никого нет. А начинала спортивный путь в другом виде спорта. С пяти лет меня дали в секцию тэквондо. Родители. И затянулось все на 10 лет. И затянется еще надолго. Для меня спорт это больше хобби, уже занятие, увлечение, которым мне нравится и которым я прославляюсь. Пятикратная чемпионка России по кикбоксингу и тхэтхондо в основное время учится в 9 классе в 12-й Щелковской школе. Как я нахожу время? Ну, у меня хорошие отношения с учителем. Ну, большинство учителей. Меня поддерживают в спорте. Марина Петровна, мой директор, Мишнищенко Марина Петровна, тоже меня всегда отпускает на соревнования. После непростых соревнований Полина проходит период реабилитации дома. Много времени уделяет самоподготовке. Решила, если кикбоксинг войдет в олимпийский вид спорта, то выучится на тренера. Зал «Слава» Полины Барабаш. Мы у нее в доме. Здесь бывает, кстати, не каждый корреспондент, далеко не каждая. И вот мы видим, сколько наград, начиная с 2012 года. Полина, расскажи, это первая награда? Это первые мои соревнования и награда. Там было проведено 4 раунда с нокаутом соперницы. Это столько буквально за 5 лет? Да. А за спиной? Это кикбоксинг. Все награды по кикбоксингу, начиная с 2017 года. В следующем году Полина переходит в возрастную категорию 16-18 лет, где ей могут попасться соперницы старше ее на 2 года. В будущее теперь уже двукратная обладательница Кубка мира смотрит уверенно. Готовится к чемпионату Европы в Черногории, откуда настроено привести уже чемпионский титул. Михаил Налетов, Игорь Поляков. Щелковское телевидение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!